Всем еще раз привет. Меня зовут Игорь. Сегодня поговорим про чистую архитектуру. Буквально пару слов расскажу о себе. Я датнет-разработчик, занимаюсь датнетом уже больше 14 лет, работал в разных компаниях на разных позициях. Сегодня расскажу вам про чистую архитектуру. Как вы, наверное, уже поняли, я большой фанат киберпанка и компьютерных игр, но сегодня больше про архитектуру. Давайте начинать. В самом начале хотелось бы поговорить о том, что такое вообще архитектура. Если следовать Википедии, то архитектура — это совокупность важнейших решений, которые принимаются для организации архитектуры системы. Что это включает? Выбор структуры элементов и их интерфейсов, то есть выбор тех элементов, из чего будет состоять архитектура и то, что будет доступно во внешний мир. Далее определение правил взаимодействия этих элементов, как они будут взаимодействовать, какие протоколы и так далее. И также важен архитектурный стиль. Он может быть определен на уровне организации, и при выборе архитектуры также стоит следовать ему. Что же есть вообще хорошая архитектура? То есть, принимая определенные архитектурные решения, мы можем получить те или иные архитектурные характеристики. Что это значит? Это значит то, как будет характеризоваться наша архитектура, и чаще всего эти характеристики, они являются нефункциональными требованиями. Все вот эти вот страшные слова, которые обычно заканчиваются на или-ти или на и-ти, да, устойчивость, масштабируемость и так далее, они характеризуют архитектуру. Соответственно, чем больше таких характеристик есть в архитектуре, тем сильнее и лучше есть архитектура. Стоит также отметить, что, чтобы достичь некоторой характеристики, иногда приходится делать некоторые компромиссы. Это значит то, что одна или несколько характеристик могут противоречить друг другу, и могут не достигаться тем или иным подходом. Но обычно хорошая архитектура характеризуется именно такими, такого рода характеристиками. Давайте же немножечко поговорим о том, какая была эволюция архитектуры, да, и как мы пришли к чистой архитектуре в итоге. В первую очередь стоит поговорить про мегафонную архитектуру. Данная архитектура была достаточно популярна и на данный момент, мне кажется, остается также популярна. В чем ее суть? Суть в том, что приложение разделяется на несколько слоев, N слоев, это может быть один или более, которые имеют определенную ответственность. Классический пример это трехуровневая архитектура, когда мы отделяем слой представления от слоя бизнес-логики и слоя доступа к данным. Данная архитектура дает определенные положительные моменты в ее использовании. То есть повышается безопасность архитектуры, потому что каждый слой может представлять собой отдельное приложение, отдельную кодовую базу и также может находиться на отдельном сервере. Соответственно, политики безопасности могут настраиваться отдельно. Также архитектура характеризуется легкой управляемостью, опять же, потому что каждый слой можно по отдельности масштабировать, развертывать и так далее. Некая гибкость в разработке есть в том, что отдельный слой теоретически можно писать на разных технологиях, на разных языках, соответственно, разные команды могут им заниматься. Давайте же перейдем к чистой архитектуре. Чистая архитектура была впервые представлена в 2012 году Робертом Мартином и описана им. Но также до этого и параллельно этому существовало и существует множество подобных архитектур с схожими идеями. Такие как гексагональная, как анион архитектура. Все эти архитектуры немножечко отличаются по структуре, но общая идея у них одна и та же. Основная идея здесь это правило зависимостей, что все зависимости в архитектуре направлены во внутрь. Давайте же разбираться более подробно о каждом слое, о каждой части данной архитектуры. Если мы посмотрим в середину данной архитектуры, то центром ее является доменная модель. Доменная модель это некие сущности, которые описывают ту или иную предметную область. Далее идет слой доменных сервисов. Это собственно те сервисы, которые обслуживают нашу доменную модель. Чаще всего они содержат в себе некоторую бизнес логику. И как мы видим, появилась у нас такая стрелочка, которая говорит о том, что внутренний слой, он как бы ничего не знает о внешнем слое, и все зависимости направлены во внутрь. Далее может существовать application сервис слой. Это слой, который характеризует поведение всего приложения, то есть какую-то бизнес логику взаимодействия приложения. Стоит также отметить то, что application и доменные сервисы иногда пересекаются в плане того, что появляется слой с сервисами, где просто происходит некая бизнес логика. И иногда четкого разделения между домен и application не происходит. Все эти три слоя формируют core нашего проекта, то есть ядро, которое является центральной основой для этой архитектуры. Далее мы имеем внешний слой, на котором может быть некоторый use-интерфейс, то есть слой взаимодействия с внешним миром. Это может быть некий UI, может быть веб-интерфейс, если это веб-сервис и так далее. Также на этом слое могут присутствовать тесты и слой инфраструктуры, который взаимодействует с внешним миром с точки зрения получения данных, интеграции с внешними сервисами и так далее. Это коротко то, что характеризует чистую архитектуру с точки зрения слоев и его компонентов. Как же выбрать? Многослойное или чистое? Или в чем отличие? В чем преимущество? Давайте поговорим сначала про многослойное. То есть мы говорили о том, что у данной архитектуры есть некоторые положительные моменты, но самая большая проблема в том, что данная архитектура очень дата-центрична. Что это значит? Это значит, что мы слишком сильно завязываемся на то, как и где мы храним данные. И мы имеем транзитивные зависимости сквозь все слои. То есть уровень представления и бизнес-логики они не могут существовать без уровня доступа к данным. То есть если не будет данных, то и бизнес-логика не будет получать какие-то сущности для того, чтобы с ними взаимодействовать. В свою очередь, чистая архитектура развернута немножечко в другую сторону, чтобы сделать ее менее дата-центричной и сконцентрироваться на бизнес-логике и на бизнес-домене. Если мы посмотрим на данную интерпретацию чистой архитектуры, мы немножечко тут развернули ее сверху вниз. И опять же мы видим, что идут все зависимости от внешнего слоя, от внешнего уровня к центру этой архитектуры. Что же такое фреймворки и драйвера? Это все внешние фреймворки или взаимодействия, которые происходят со внешним миром. То есть, возможно, какие-то UI-фреймворки, веб-фреймворки, фреймворк работы с базой данных, тот же entity-фреймворк и так далее. Дальше идут у нас интерфейсы-адаптеры. Интерфейсы-адаптеры — это либо интерфейсы, которые описывают, как наш Core-приложение должен взаимодействовать с внешним миром, либо некоторые адаптеры, которые адаптируют входные данные для нужд Core-а, либо, наоборот, адаптация доменных сущностей под нужды внешнего мира. Дальше идут кейсы. Это чаще всего набор бизнес-логики, который уже делает какую-то полезную работу для нашего приложения. Ну, и entities — собственно, те сущности, которые представляют ту или иную предметную область. Это что касается отличия многослойной и чистой архитектуры. Преимущества, да? Какие же дают преимущества чистой архитектуры? Ну, во-первых, это независимость от фреймворка. Когда мы делаем, формируем наш Core-проект, Core нашего приложения, в нем мы концентрируемся на бизнес-логике. То, что будет по краям данной архитектуры, уже нас меньше интересует и меньше мы на это завязываемся, чем в многослойной архитектуре, к примеру, да? Повышается тестированность. То есть из-за того, что мы разворачиваем зависимости вовнутрь, и мы также используем инверсию зависимости, то повышается тестированность. То есть каждый модуль, каждый подпроект мы можем тестировать независимо от того, есть ли у нас база данных, есть ли у нас какой-то UI и так далее. Независимость от UI, да, то есть мы вольны выбирать, что это будет веб-приложение или стопное приложение и так далее. Мы независимо от базы данных, у нас есть некоторый интерфейс, который задает поведение общения с базой данных, но мы не завязываемся на конкретную технологию, на конкретную реализацию базы данных. Также мы независимо от внешних сервисов, то есть вся интеграция происходит через слой инфраструктуры. Опять же это можно все описывать через интерфейс. Это то, что касается преимущества чистой архитектуры. Перед тем, как мы перейдем к примеру кода и пониманию, как же мы можем сделать наш первый проект, стоит немножечко детально поговорить, что же такое инверсия зависимости, да, потому что эта штука очень сильно используется в чистой архитектуре. К примеру, мы имеем некоторый класс консоль-принтер, который выводит некоторые данные на консоль. И мы имеем класс книги, который имеет жесткую ассоциацию с данным классом консоль-принтер. То есть для того, чтобы распечатать свою книгу, мы имеем ссылку на другой класс, на другой компонент. Чтобы этого избежать, чтобы уменьшить связанность данных компонентов, мы можем определить некоторый интерфейс, который будет для нас абстракцией для того, чтобы был доступ к некой функциональности. В классе книга мы объявляем некое свойство либо поле, которое является уже интерфейсом, а не конкретной реализацией. Соответственно, мы завязываемся на определенную абстракцию. Некоторым образом через конструктор внедряем эту зависимость и можем иметь имплементацию того или иного принтера, класса, который реализует наш интерфейс. Это дает нам разделение зависимости и большую независимость и несвязанность компонентов. Это то, что касается инверсии зависимости. Как сказал Linus Torvalds, Tokyschips show me the code. Давайте посмотрим код, как же может выглядеть проект на C-Sharp с использованием чистой архитектуры. Сейчас, секундочку, я расшарю код. Сейчас вы должны видеть открытый райдер. Все прекрасно, давай. Здесь мы имеем три проекта, начнем с Core. Core является центром нашего приложения, нашей архитектуры. В этом проекте мы можем иметь некоторую сущность, в данном случае user, которая описывает нашу предметную область. Данный сервис, это веб-сервис, данный сервис описывает доменную область пользователя, обслуживания пользователя. Затем мы определяем некоторые интерфейсы, которые, во-первых, user-репозиторий, который определяет то, как мы будем манипулировать нашим доменным объектом. И, собственно, user-сервис, который будет имплементировать некоторую бизнес-логику. В этом же проекте мы можем иметь имплементацию user-сервиса. Здесь мы внедряем наш user-репозиторий для того, чтобы иметь доступ к данным. Но сама реализация user-репозитория, она не может быть в коре. Это разделение зависимости, разделение ответственностей в данной архитектуре. Дальше у нас есть инфраструктурный проект, в котором, собственно, на данный момент есть имплементация репозитория, который непосредственно уже работает с entity-фреймворком с базой данных. На данном этапе мы также имеем здесь user-модель, который описывает модель данных, которые уже будут сохраняться в базе данных. То есть данная модель данных, она независима от entity, от домена entity, которая описана в коре. Ну и также мы имеем некоторый UI, в данном случае это web-интерфейс с контроллерами, с моделью, опять же, которая является моделью взаимодействия с внешним миром, с пользователями. Ну и вся магия происходит в стартап-проекте, где определяются зависимости, где устанавливаются соответствия интерфейсов, сервисов, репозиторий и так далее. Это такой базовый проект, который просто показывает то, как может выглядеть минимальный проект на чистой архитектуре. Давайте вернемся к нашей презентации. Хорошо, да, пример проекта мы посмотрели. Давайте я это попущу. Переднемся к презентации и продолжим немножечко больше уже от теоретической вводной к практической, да. Какие же сложности на практике могут возникнуть при использовании чистой архитектуры. Потому что, в принципе, все выглядит просто и понятно, но когда мы начинаем реально писать код, делать сложные проекты, возникает много вопросов. Поделюсь с вами теми проблемами, которые я встречал в своей практике. Первое, да, сколько же слоев нужно для того, чтобы организовать чистую архитектуру. Здесь нет правильного ответа, все зависит от вашего приложения, от сложности вашего проекта, но хочется упомянуть тот минимальный набор, который, скорее всего, будет у вас в вашем проекте, да. То есть, еще раз вспомним, как выглядит чистая архитектура. Минимальное, что должно быть, это application core, в котором вы объявите вашу доменную модель, то есть некоторые entity. И, скорее всего, вы будете иметь некоторые сервисы, которые будут манипулировать данной моделью. Это может быть отдельный проект, как я показывал чуть ранее на демо. Также каждый слой, доменная модель, доменные сервисы, application сервисы и так далее, в зависимости от сложности проекта, может быть отдельным проектом в вашем solution. Еще также стоит напомнить о том, что в этом проекте вы должны определить те интерфейсы, взаимодействия с внешним миром, с внешним слоем. Также, скорее всего, у вас будет какой-то внешний слой, возможно, user interface, возможно, web API. Если у вас есть взаимодействие с базой данных или интеграция с отдельными сервисами, другими сервисами, скорее всего, у вас будет слой и проект инфраструктуры. Опять же, в моей практике были примеры, когда сервисы были достаточно простые, не было сохранения никакой источник данных, и, в принципе, слой и проект инфраструктуры, он отсутствовал. Также, возможно, вам понадобятся тесты, да, и обычно тесты мы представляем в виде отдельных проектов. Ну, если говорить с точки зрения все шары, разработки, то тестовый проект это отдельно, обычно отдельный проект. Общие принципы и компромиссы, да, то есть при выборе слоев и подходов в чистой архитектории сложилось такое мнение, что вот можно и полезно следовать определенным принципам. Первое, да, это инверсия зависимости. Это то, что мы сегодня уже обсуждали, как это выглядит, но что это дает? Это дает то, что мы отделяем интерфейс от реализации, нужно сделать так, чтобы разложить их в различные проекты и сделать неправильное использование проектов между собой невозможно, да, то есть настроить ссылки зависимости порядка так, чтобы тот разработчик, который, возможно, плохо понимает, как это работает, да, чтобы у него не было возможности что-то использовать в ненужном месте. Также много маленьких решений, лучше чем одно, говорит о том, что если ваш проект сложный, если растет сложность бизнес-логики и количество операций, которые нужно обрабатывать, да, то лучше разделять на маленькие независимые кусочки, которые легче будет расширять, дополнять и разрабатывать. Соответственно, примеры в том, как можно Application Core разделить на три и более проектов, когда каждый слой будет в отдельном проекте. Следующее, это то, что слой Application Core может содержать контракты и реализацию, говорит о том, что в этом слое вы будете определять контракты и взаимодействия с внешним миром, с точки зрения получения данных, либо интеграции. Но реализация бизнес-логики и определение интерфейсов сервисов бизнес-логики, они, скорее всего, будут находиться в одном проекте, в одном слое. И это, в принципе, нормально. Также стоит помнить, что любая архитектура должна соответствовать текущему уровню развития проекта и вашей команды. То есть, если команда достаточно взрослая и может легко адаптироваться к использованию данной архитектуры, то, конечно же, стоит ее использовать. Если проект простой и команда не совсем понимает, как правильно реализовать данную архитектуру, то, возможно, стоит подумать об использовании чего-то другого. Это то, что касается общих принципов. следующая проблема, которая часто встречается в использовании чистой архитектуры, это понимание отличия DTO и entity. То есть, данные сущности, данные объекты могут очень быть похожи, но задачи у них разные. Строительная часть того, что DTO это data transfer object и они обычно необходимы для того, чтобы передавать данные между слоями. Соответственно, они не должны быть сложные, они должны содержать в себе какой-то логики. это такие достаточно простые объекты для того, чтобы передать какое-то состояние. В свою очередь, entity это часть бизнес-домена и они являются частью какой-то бизнес-логики. Либо могут даже в себе содержать некоторую бизнес-логику, к примеру, валидация данных, которые мы пытаемся добавить в данную сущность. То есть основные отличия между DTO и eventity еще раз в том, что DTO необходимо для того, чтобы передать данные между слоями entity и сущности это уже бизнес-логика. Давайте дальше. Нужно ли поддерживать immutability? Да, immutability это неизменяемость объектов и чистая архитектура в классическом своем проявлении она говорит о том, что те объекты, которые ходят между слоями, они же DTO, они должны быть неизменяемы. Для чего? Для того, чтобы для того, чтобы данные при переходе между слоем в слой каким-то случайным образом не поменялись, не нарушилась целостность. Но как это реализуется в C-Sharp и как это может зависеть от проекта. То есть, чаще всего мы можем увидеть некоторую модель либо DTO, которая имеет просто набор полей, которые можно устанавливать, можно считывать. И, в принципе, любой программист клиент может случайно специально поменять состояние данной модели. В чем сложность? Да, если немножечко во времени перенестись к первым реализациям версиям фреймворка, то существовала некоторая проблема с сериализацией. Чаще всего нам приходится сериализировать наше DTO. И если мы имеем какие-то закрытые свойства и так далее, то на ранних этапах были проблемы в некоторых сериализаторах. как это решалось? Как это в целом решалось раньше для того, чтобы сделать модель неизменяемой, это использование конструктора с параметрами либо интерфейсом. На данный момент, на данном моменте эволюции C-Sharp мы можем использовать init для того, чтобы определить свойства так, чтобы они были доступны для изменения объекта при инициализации. Это, в принципе, позволяет достичь неизменяемости объекта DTO. Опять же, стоит сделать такое отступление, что сериализация и десерилизация в классическом своем проявлении она должна работать, грубо говоря, сериализировать и десерилизировать из любого формата в любой, то есть из объектов в JSON, в XML, и так далее. Если в вашем проекте есть такие требования, к примеру, чтобы была поддержка XML, возможно, все же будет необходимо использовать подход с GetSet, потому что некоторые сериализаторы все еще могут не уметь этого делать. Если вы используете только последние технологии, последние подходы, да, то в принципе, подход с init и возможность делать имитабельную модель, возможно, вам подойдет. Это то, что касается имитабилити. переиспользованные модели. Это, скорее всего, не сложность, а пополченный эффект на разных слоях, где мы можем содержать, имплементировать большое количество моделей, чаще всего на UI. мы можем получить большое количество моделей, которые очень похожи друг на друга, но, допустим, используются на разных страничках. Это приводит к тому, что эти модели становятся достаточно сложные, их становится очень много, их сложно декомпозировать и разделять на такие компоненты, которые можно переиспользовать. В своей практике мы пришли к тому, что проще использовать отдельные модели, скажем, для отдельных страничек, и чтобы модели не переиспользовались в разных местах. Это придет к тому, что мы не получим какие-то сайд-эффекты при использовании одной модели в многих местах. Но тут есть как бы негативный момент в том, что вы можете получить большое количество классов, похожих друг на друга. Это то, что касается большого количества использованной модели. Давайте поговорим, нужен ли маппинг между слоями или нет. То есть мы говорили о том, что у нас есть некоторые объекты, которые позволяют передавать данные между одним объектом, между одним слоем к другому слою. да. Соответственно, если мы имеем разные TTO либо entity в разных слоях, нам нужно как-то данные маппить одни на другие. И существует два мнения. То есть либо использовать общий подход, который определен в коре, использовать эти entity везде наружу, да. либо иметь объекты классы на каждом уровне и использовать маппинг. Что дает положительный и отрицательный маппинг на каждом слое? Это то, что вы получаете независимые объекты, модели. На каждом уровне аннотация, то есть то преобразование из одного типа в другой может находиться на определенном слое и никак не влиять на другое. Но вы можете получить большое дублирование кода и при изменении одних данных все равно вам придется обращаться к другому слою и его тоже менять. Либо менять аннотацию. Если же использовать объекты из слоя Core, то мы минимизируем дублирование кода, уменьшаем количество работы, которое нам нужно сделать при добавлении изменений определенной сущности. Но в любом случае, если мы что-то меняем в Core, то внешние слои становятся менее независимы, и они могут поломаться, их нужно будет зарабатывать тогда, когда мы поменяем что-то внутри. Что выбрать? Это опять же решать вам на вашем проекте. есть положительные адресательные стороны и того, и того подхода. Давайте посмотрим дальше. Да, то есть хотелось привести пример того, как это сейчас реализовано в тестовом проекте. Использование маппинга между слоем представления и слоем Core. то есть мы имеем некоторую сущность user, как говорилось ранее, имеем отдельную модель user model, которая является моделью взаимодействия с внешними пользователями. Мы определяем с использованием автомаппера некоторую аннотацию, как мы маппим эти объекты. Здесь для упрощения я не перевожу код, потому что объекты классы абсолютно идентичны. Затем нам нужно немножко магии в классе стартап, то есть определить, как мы используем маппинг. И уже в user-контроллере мы можем использовать наш маппер, определить его как зависимость, внедрить через конструктор и использовать маппинг между доменной сущностью, который возвращается скоро при получении данных в данном случае, на user-модель, которую мы используем для того, чтобы вернуть результат конечному пользователю. Так выглядит маппинг между слоями, если не использовать доменную сущность напрямую. все напомнят Solid и один из принципов это интерфейс segregation, также при использовании чистой архитектуры часто натыкался на такой момент, что данный принцип нарушается. как это может возникнуть? Вы можете определить некоторую доменную модель. Эта доменная модель может со временем обрасти какими-то связными доменными сущностями, которые являются вроде бы как частью ее, но по факту являются отдельными сущностями, как в данном примере. То есть была вакансия, в какой-то момент начали добавлять к данной вакансии области знаний, технологий и так далее, и доменный сервис, который обрабатывает данную сущность, он сильно разрос. То есть все доменные сущности, которые связаны с вакансией, они обрабатываются непосредственно в данном сервисе. Что же следует сделать? То есть просто разделить на большее количество интерфейсов и разделить их по принципу доменной сущности. Это придет к тому, что код будет более простым, более читабельным, и если вам нужно менять какую-то конкретную доменную сущность, вы не заденете файлы и имплементацию других сущностей. Хорошо, про Solid вспомнили немножечко. Давайте поговорим о том, что можно ли вызывать репозиторий только из Core, либо из других мест. То есть мы помним о том, что в Application Core нам нужно определить зависимости и то, как мы будем взаимодействовать с уровнем представления данных на инфраструктурном уровне. Соответственно, мы получим некоторый интерфейс. Потом, используя этот интерфейс, мы можем получить доступ к репозиторию на разных уровнях. Идеально, нужно использовать репозитории только из сервисов, потому что, опять же, мы должны следовать принципу направленности зависимости, то, что все наши зависимости направлены внутрь. Может быть искушение использовать репозиторий непосредственно на уровне юзер интерфейса, когда мы в контроллере можем использовать репозиторий. Собственно, это хотелось бы продемонстрировать. Очень легко можно объявить приватное поле интерфейса юзерепозиторий, заинжектить его в конструктор и использовать непосредственно в нашем экшене для того, чтобы напрямую получить данные. выглядит просто и понятно, но это как бы противоречит принципу чистой архитектуры. Лучше все же использовать юзер интерфейс в нашем контроллере, в который уже непосредственно будет внедрен юзер репозиторий и, соответственно, использовать вызов юзер сервис. Так, это то, что касается вызова репозиторий. Использование Entity Framework в сервисах напрямую. Да, то есть, опять же, существует мнение, что Entity Framework реализует юнитов фейорк, либо репозиторий в какой-то мере, и по факту мы используем уже имплементацию данного подхода в сервисах. Часто приходилось встречать на проектах, что Entity Framework напрямую внедряется в доменные сервисы, без всякой абстракции, но ответ должен быть однозначный, что нет, они должны находиться на разных слоях, и что они отвечают за разные функциональности, у них различная ответственность. опять же, хотелось бы привести пример, как бы это могло быть. То есть, мы можем определить некоторый db-контекст интерфейс, в котором мы описываем работу с базой данных, и напрямую этот db-контекст интерфейс заинжектить в наш юзер сервис. это дает нам возможность напрямую вызывать методы Entity Framework через доступ к db-set. вот. Ну, все же стоит ввести некоторую абстракцию юзер-репозиторий, за которой будет, собственно, спрятано то, как же мы работаем с базой данных, с источником данных, как с сервисом. И непосредственно уже юзер-репозиторий внедрить в наш сервис, и его использовать. То есть, не иметь прямые вызовы контекста Entity Framework, а использовать абстракцию для доступа к данным. Таким образом, мы в любой момент можем заменить наш Entity Framework на что-нибудь другое, либо SQL Server на какой-нибудь новый SQL Server. Соответственно, интерфейс в юзер-сервисе не поменяется, поменяется только имплементация самого юзер-репозиторий. Это то, что касается использования Entity Framework. Также хотелось поговорить о том, что чистая архитектура может иметь некоторую избыточность для простых крут проектов. Что это значит? это значит, это значит то, что если вы пишете сервис, в котором мало бизнес-логики, нет интеграции, грубо говоря, простое сохранение получения данных, то чистая архитектура может быть избыточной. может появиться дублирование кода, то есть вы создаете много классов, похожих друг на друга, где в принципе дублируется код и выполняется все в одной номинире. Также может привести к тому, что вам придется писать много boilerplate кода, то есть шаблонного кода, который вы копируете, изменяете названия, к примеру, интерфейсы сервисов, интерфейсы репозиториев и так далее. Могут появиться однострочные вызовы, когда у нас сквозные такие вызовы для того, чтобы сохранить данные, получить все данные и так далее. То есть в контроллере вы можете получить вызов сервиса, а в этом же сервисе вызов репозитория, репозиторий уже чего-то там делает с базы данных. И вокруг нету никакой бизнес-логики. Код такой достаточно сквозной и однострочный. это пока что, наверное, все. Хотелось бы поделиться с вами ресурсами, которые я использовал при подготовке данному докладу. Да, то есть немножко более детально про философию многослойной архитектуры, то, как дядюшка Боб описывает, собственно, данную архитектуру. очень интересное описание Onion архитектуры от Джеффри Палермо. Там он очень хорошо рассказывает о том, как же многослойная архитектура плохо выглядит с точки зрения дата-центричности. И также примеры кода, которые можно найти и могут быть полезны для для того, чтобы написать ваш проект. на данный момент у меня пока что все. Спасибо. Возможно, есть вопросы. Так. Да, привет. Меня слышно? Да, да. Да, отлично. Так, у меня просто это... Мы сегодня в немножко нестандартном режиме. Я меняю девайсы, как это самое. Сейчас я посмотрю, насколько у меня здесь включится камера. О, здесь она включится. Так. И сейчас я быстренько посмотрю, что у нас есть и что есть спросить. У меня точно есть что спросить. Так. Давай смотреть. Так. Давай вот начнем с следующего момента, который я хотел задать, пока тебя слушал. Вот ты сказал, что если у вас там простой крут проект, вам это может быть все не надо, потому что, ну, как бы будет куча бойлерплей, это вот это все. А где-то ближе к середине доклада ты рассказывал штуку про зависимость от того, какая у вас команда, подготовленная и неподготовленная, тоже, может быть, вам будет надо, будет не надо. Вот. Давай немножко, может быть, обсудим, как ты считаешь, это сильно зависит от команды, это сильно зависит от целей. И вообще, как понять на раннем, может быть, я нескольких вопросов смешиваю, как понять на раннем этапе вообще нужна ли будет чистая архитектура или нет. Все сервисы начинаются как простые крут, а потом обрастает все непонятно как. Да, хороший вопрос, спасибо. Ну, опять же, могу из своего опыта, первое, наверное, про команду, да, то есть, если есть как бы тот человек, который понимает, чисто архитектура это круто, понимает какие-то ее принципы, может внедрить, рассказать людям, да, то, наверное, можно начинать с этим, то есть, в принципе, я не вижу, что архитектура сложная, просто нужно немножечко какие-то принципы учитывать, и думать о них, и следить за тем, чтобы, опять же, чистая архитектура не превратилась, не конвертировалась в многослойную. Вот. С точки зрения понимания проекта, то есть, наверное, все-таки мы движемся больше там к микросервисной архитектуре, и, опять же, если это монолитная архитектура, да, и задача у проекта стоит там, начать что-то делать, зайти на рынок, что-то, занять какую-то нишу, то, в принципе, наверное, монолит это хорошо, да, и, наверное, я не видел, чтобы монолит был написан по чистой архитектуре, наверное, все же многослойная архитектура. Если мы говорим про то, что есть время и деньги, и подумать, что архитектура на проекте будет микросервисная, то, в принципе, микросервис говорит о том, что он должен быть простой, ему можно переписать за одну итерацию, за один спринт, поэтому, в принципе, в данном случае можно начинать, наверное, с чистой архитектуры, да, то есть, если нам не подойдет этот микросервис, и он будет ненужный или сложный, мы, грубо говоря, можем его выбросить и написать новый, вот, наверное, как-то так. Хорошо, давай я чуть-чуть дополню вопрос тогда. Если он действительно такой уж микро, и он действительно такой маленький, а нужна ли там, в принципе, чистая архитектура, не проще ли забить на нее, написать все, не знаю, в контроллерах, и на этом остановиться? Угу. То есть, кажется, что преимущества чистой будут, ну, видны, когда у тебя много всего, а если он маленький, так, может, она и не нужна, что нам городить, там, 20 слоев, ну, не 20, ладно, там, 3-4 слоя, да, между ними маппинги, вот это все, проще все в контроль, и сразу из контроллера EF Core позвали, и свой этот микросервис свою задачу выполняет. Да, да, хорошая идея. Ну, во-первых, да, то есть, во время доклада я говорил, что есть преимущества чистой архитектуры, как минимум в том, что, во-первых, мы независимы от внешнего мира, независимы от, будет ли, не будет у нас интеграция, доступ к данным, к данным, и будет ли какое-то вообще представление, будет это веб-интерфейс, либо веб-апи и так далее. И, соответственно, все внутренности приложения, они, опять же, достаточно сильно разделены на кусочки, и повышается их тестируемость. То есть, если мы стремимся писать качественный код, то, наверное, мы хотели бы писать юнит-тесты. описать юнит-тесты нам легко, когда мы имеем много интерфейсов, и компоненты, слои у нас независимы. Соответственно, на это все легче уже навернуть тесты, написать какое-нибудь большое количество покрытия, и спать спокойно, быть уверенным в том, что мы написали хороший код. Ну, или то, что мы написали хорошо покрытый код. Хороший ли он, это продакшн покажет. Хорошо, смотри, вопрос из чатика. Зачем делать, ну, в общем, да, известный вопрос, когда заходит обсуждение чистой архитектуры. Зачем делать абстракцию а-репозитор, если db-контексты есть реализация этого, в общем-то, паттерна? То есть, зачем нам еще один репозиторий, если, по сути, все, что будут делать методы репозитория, это говорить db-контекст. там, что-нибудь, там, не знаю, post.or, там, вот это все. Угу. Ну, да, опять же, это такая идеология архитектуры, что, вот, есть, есть core, да, в нем определенный интерфейс, как мы будем получать данные. Откуда и как мы их получим, нам неважно знать. То есть, может быть, это entity framework, может быть, какой-нибудь dapper, или что-то еще, или, может быть, вообще, завтра мы захотим отказаться от базы данных SQL и использовать MongoDB. Это одна идея. Другая идея в том, что вот, когда часто писали многослойную архитектуру, да, она была очень дата-центричная, и, как бы, часто происходило так, что, когда через N количество лет технологии доходили до того, что нужно менять базу данных, да, там, допустим, был Oracle, теперь мы, Microsoft, хороший SQL-сервер, мы хотим на него перейти, завтра мы хотим перейти на Postgre, это приводило к тому, что приходилось, в принципе, переписывать все приложение. Потому что мы стоим на хранилище данных, и все сверху очень транзитивно на это ссылается и зависит. Вот. Когда мы вносим такую абстракцию, вот, в принципе, эта идея заменой базы данных, переходом на другую технологию, она, в принципе, становится реальная и достаточно такая, наверное, более применимая на данный момент. Я бы так сказал. Окей, хорошо. Ну, да, на самом деле в чатике тут уже покомментировали этот вопрос в том числе на тему того, что там, да, могут быть и новые SQL, и графовые базы, и вот это все. Ну, в общем, да. А заканчивается это все тем, что iQuery выставляют наружу. В общем-то. Так, смотри, вопрос, вопрос мне, что я предпочитаю? что, как ни странно, но давай тебя мы тоже еще раз заслушаем на эту тему, может быть. Про подходы к маппингу. У тебя был слайдик про то, что либо мы маппим между... Можешь его вернуть? Маппинг между слоями, чтобы более предметно, быстрее будет. По-моему, где-то было не очень далеко. Вот, да, маппинг между слоями. Да, маппинг на каждом слое или использование объектов из слоя Core. А вопрос мне, что я предпочитаю? Почему? Я предпочитаю, значит, обычно в большинстве проектов, которые делал я, мы делали, что у нас есть модели, которые шарятся между всеми слоями, кроме, собственно, модели, которая дается наружу уже, собственно, из условных контроллеров. То есть модель, которая наружу, та самая DTO, она, понятно, ну, своя. То есть мы не сериализуем, не отдаем в результате контроллера прям модельку, которую EF Core размечено. Тут маппинг мы делали. Причем ручное. Автомаппер я не люблю, и мы обычно писали ручные маппинги. Вот. А между слоями, ну, вот практика показала, то ли размер был такой, то ли сложность логики была такая, что не было нужно прям строго изолировать слои друг от друга. Наверное, даже если посмотреть на эти проекты, они не были написаны прям по идеально чистой архитектуре. Так, как бы, три слоёные, скорее, да. Наверное, с какими-то намёками на чистые, но не более того. Соответственно, в своём случае интересно, что чаще происходит? Маппинг на каждом, или всё-таки мы это, EF Core модель, ну, модель, размеченные EF Core, тащим прям наружу, как можно дальше, аж до контроллеров. Ну, наверное, так и так. То есть, опять же, когда я начал, скажем так, глубоко внедряться в понимание данной архитектуры, да, и будучи ледом на проекте, я старался делать так, чтобы на каждом слое были независимые модели, и они независимы друг от друга. Вот. Но, в принципе, наверное, на большинстве проектов на это закрывают глаза, и, как минимум, одни entity используются и в Core проекте, да, и могут использоваться, как минимум, в репозитории. Вот. Это достаточно такая частая практика, и, в принципе, наверное, никто на это сильно не жалуется. А ты, наверное, замечен. О, я замьющен. Sorry. Я говорю и при этом замечен. Так, сейчас один момент. Звонятся просто в квартиру. Сейчас. Один момент. Я буквально вернусь через секунду. Так. Я вернулся. Смотрите, значит. Да, я хотел сказать про EF Core, большие проекты и вот это вот все. У нас был большой проект, который жил на очень кастомном маппере, который был написан в далеких годах времен C-Sharp первого, еще до всяких entity фреймворков и прочего. ОРМ, которую, наверное, мало кто знает. И мы поняли в какой-то момент, что с ней не очень удобно. Во-первых, потому что ее никто не знает. Во-вторых, маппинги нужно было описывать в XML файлах конфига. И мы стали переводить это все на entity фреймворк. При том, что логика там запросов довольно непростая была. И бизнес-логика в целом сложная. В принципе, оно работало даже на том EF Core, который был... Это были времена... Мы переводили на пятерку, на 5. Нет. Ну, где-то между 3.1 и 5. Вот так вот. Мы начинали переводить на 3.1, заканчивали на 5. Давайте так скажем. Это заняло немало времени. Поэтому, в целом, у меня есть довольно неплохой практический опыт нормальной жизни с entity фреймворком. Но только на чтение. На insert у нас работал наш кастомный код. То есть, на чтение работало хорошо, но никакого change tracking вот этого всего мы не использовали. То есть, EF у нас был чисто как бы из... В принципе, как даппер. Можно было взять даппер, бы. Но Quarker генерил он хорошо, поэтому использовали EF. Вот. Поэтому сильной беды не было. Хотя, наверное, можно было бы... Мне было привычнее со старым ОРМом, но вопрос, опять же, привычки. Большинству народу компонент, что EF гораздо более знаком. Вот. А у тебя как? Как на тему больших проектов и модельки EF? И вообще, как с EF работать в очень больших проектах? Сложные запросы, вот это все. Да. Наверное, в моей практике, да, были такие проекты, которые тоже были очень достаточно старые. И проекты, наверное, которые сидели на Оракле, и много бизнес-логики было зашито прямо в базы данных, хранимые процедуры. Вот. Поэтому Entity Freework он там использовался, но больше для того, чтобы вызывать, грубо говоря, напрямую какие-то хранимые процедуры. Вот. Ну, то есть все это выглядело очень максимально странно, наверное, на данный момент, да. То, что, в принципе, в Entity Framework нет никакой логики, а есть просто вызов, грубо говоря, SQL, который вот в Oracle SQL Server находится. Угу. Да, такое, кстати, у нас тоже было в какой-то момент, когда хранимки... У нас... Ну, да, insert... Одна из причин, почему у нас был хитрый insert, потому что у нас было свое версионирование записей в табличках, и это все там было сделано через внутренние хранимки, сиквенсы там, вот это все. Автогенерение... Автокопирование дочерних объектов в дочерних таблицах там, в общем, было модно. Работало хорошо, но, да, незнакомым с этим людям было сложно. Так, давайте смотреть. Нам пишут еще два человека в чате. Сейчас мы посмотрим, что там пишут. Так, сейчас... Это пишут не в том чате. Так, что у нас есть еще из вопросов? А можешь показать... Отмотай... Я забыл номер слайдика. Так, сейчас разные лайфскопы. Могина, что это запрос на изменение данных. Одна транзакция к BD через Safe Changes в идеале. Ну, дело в том, что у нас был продукт не только веб-сервисы. У нас был в том числе десктоп. И там со скоупами все было очень сложно. То есть в веб-сервисе, понятное дело, да, там мы берем... И на реквест, в принципе, хотя тоже, на самом деле, была бэкграунд-обработка. То есть один реквест мог начать там череду всяких разных бэкграунд-событий, посылки в очередя. Потом из этих очередей в каких-то сервисах приходит ответ. Все это нужно было запоминать, промежуточные какие-то результаты. В общем, там, ну, не так просто. А в десктопе совсем сложно. Вот. Там со скоупами было еще интереснее. Очень хотелось просто глобальный скоуп иметь на все сразу. Ну, тоже тогда, понятно, не работало. Так. Да, я хотел тебя просить отмотать. Давай назад отматывай. Я тебе скажу, где у меня был вопрос. Я просто номер, честно говоря, не помню. Так. Дублирование boilerplate напрямую. Вот. Репозитор из application core. Вот. Только через сервис. Но это, опять же, вопрос, грубо говоря, как сказать, размера приложения. То есть для маленького размера. Я вот не помню, слова точно какие-то ты говорил. У нас, в принципе, был, ну, совершенно нормальный кейс. Мы довольно... То есть, скажем так, мы вводили сервисный слой только тогда, когда мы понимали, что уже, ну, все, вот, как бы, контроллер это не просто вызов репозитория, это что-то прям очень сложное. Простую логику писали в контроллерах. Мы прям сильно нарушали архитектуру чистую? Или как? То есть требует ли она вот этого сервисного слоя, application сервиса? Ну, опять же, наверное, если мы хотим протестировать контроллер в какой-то мере, написать вниз тесты, да, и использование репозитория, возможно, будет проблематично, да. То есть если мы имеем интерфейс, то, наверное, мы можем замокать, да, наши репозитории. Если этот репозиторий, по факту, является уже entity-фрейверком и использование его там уже в контроллер каком-то, наверное, будет сложно протестировать. Вот. То есть, ну, по сути, как бы, архитектура говорит о том, что вот должно сохраняться принцип этих слоев и ссылка вовнутрь, да, то есть все должно смотреть вовнутрь. Как только мы где-то начинаем что-то где-то передвигать, это рано или поздно может чем-то плохим вылезти либо в тестировании, либо в непонимании, почему мы там в одном месте в контроллере используем сервис, в другом используем репозиторий. Опять же, там какой-нибудь разработчик, который не сильно в этом разбирается, может посмотреть на пример кода и подумать, ну, так нормально, я тоже буду делать, вот, и продолжать нарушать, как бы, этот принцип. То есть, ну, либо делать, как бы, хорошо и красиво и правильно, да, либо, если это никак не влияет на качество, там, или на функциональность, то, как бы, можно и по-другому использовать. Ну, качество, в конце концов, это самое определяется production, да, количество багов, поэтому, если все пишут в контроллерах, но при этом все хорошо работает, может быть и норм, в принципе-то. Контроллеры тоже можно тестировать, что бы нет. А сейчас вообще, о, кстати, да, интересный вопрос. А как это все, вот мы там говорим, да, слой контроллеров, слой там сервисов, вот этого всего, а не думал, как это мапится на вот эти новые minimal API, вот это все, где, собственно, контроллеров у тебя нет, по сути, у тебя прямо в каком-нибудь MapGate можно дернуть... Ну, не знаю, выглядит странно, то есть, правильно ли я понимаю, что нужно в MapGate сразу дергать сервисный слой, да, или все-таки какую-то логику в этих лямбдочках иметь в обработчиках маршрутов? Ну, в принципе, да, я думаю, что можно использовать непосредственно сервисы. Наверное, это будет правильно. Ну, то есть, и получится, что у тебя вот этот вот набор определений endpoint-ов, да, там MapGate, MapPost, это просто передача набора, ну, единственное, что он делает, это дергает ему вызов сервиса, ну, и навешивает кучу атрибутов на, собственно, сам endpoint, про авторизацию и прочее. Такой аналог-контроллер. Ну, интересно. Ну, да, опять же, помимо самой архитектуры, да, есть какие-то нюансы, фреймверков, языков разработки, потому что по факту, как бы, там, чистая архитектура, там, гексагональная, они, есть реализация в других языках, там, Java, Go, да, и везде есть какие-то свои особенности. То есть, в принципе, мне кажется, что, как бы, главное следовать какой-то философии, там, с точки зрения, наверное, повышения качества и понимания в целом, как бы, приложения, да, там, чем в угоду того, чтобы, вот, там, было это так, как должно быть по книжке эта архитектура сделана. Так, еще у меня есть вопрос, он может быть такой немножко сбоку, но тем не менее. А не встречал ли ты каких-нибудь, ну, грубо говоря, там, тулов, анализаторов, еще чего-нибудь, которые пытались бы что-нибудь проверять похожее? Ну, насколько этот проект удовлетворяет, там, той или иной архитектуре, грубо говоря, что, там, все друг на друга правильно ссылаются, там, из контроллера нет вызова репозитория, вот этого всего. Не встречалось тебе такого? Нет, наверное, нет, не встречал. Интересно, интересно даже поискать. Не, ну, есть у нас, есть же этот самый, как называется, архьюнит, ну, и все вот это вот семейство, да, юнит тестирования вокруг архитектуры, но, да, я вот не видел такого, поэтому мне было интересно, мало ли. Ну, правда, я считаю, что особо и не нужно, либо оно более-менее всеми соблюдается, либо на ревью поймаем, ну, либо и поправим по месту. Так что, хотя, конечно, компилятор лучше бы, чтобы ловил, но, не знаю, надо иметь очень, очень мотивировать себя, чтобы прям сильно соблюдать вот эти все правила, чтобы потратить время на написание такого аналайзера или еще чего-нибудь подобного. Так, хорошо, у меня больше особо вопросов нету. В чате вроде как тоже я сейчас вижу больше пока вопросов нету. А, ну, последний вот, да, в чате написали, что если интерфейс репозиториев и всего остального лежат в Core, то все реализации, ну, вот слоев служб и так далее, по сути, сошлются тоже на Core и будут иметь доступ ко всему, что в Core находится. Не лучше ли все интерфейсы модельки вообще в отдельную сборку запихнуть, чтобы реализация репозитория не имела доступа, условно говоря, там, к слою бизнеса? Потому что, по идее, правильно. Да, идея хорошая. Опять же, вот, когда я приводил пример, там, минимального набора, то есть, вот, это то, чего там следует отталкиваться. Ну, по ходу, как бы я тоже говорил о том, чтобы разделить интерфейсы и реализации по различным проектам, и чтобы неправильное использование было невозможно. Вот, как раз, наверное, об этом идет речь. То, что мы можем интерфейсы, entity, реализации и так далее, и так далее, разнести абсолютно по разным проектам, сделать правильную зависимость проектов, и что использование чего-то где-то в ненужном месте, оно же будет невозможно, потому что мы получим какие-то циклические зависимости. И, в принципе, уже проект не скомпилируется. Да, это имеет место быть. Отлично. Ну что, спасибо тогда. Будем потихонечку завершаться. Спасибо всем зрителям.